СТОКЕР ПРЕДСТАВЛЯЕТ Бутылка Фонтус превращает воздух в воду. Мини-компьютер N-Фокус Kangaroo Pro оценили в 1990 долларов. Xiaomi Mi 5 позволяет смотреть видео 25 часов на одном заряде. Microsoft полностью прекратит поддержку Windows Vista в апреле 2017 года. Одной из особенностей игровой приставки PS4 от компании Sony является функция Римовый Плей. Она позволяет транслировать картинку с консоли на совместимые устройства. Ранее в этот список ходили смартфоны и планшеты Sony, а также портативная консоль PS Vita. Но вышедшим сегодня обновлением японская компания добавила поддержку новых устройств, в частности компьютеров на базе Windows и iOS X. Данное решение было анонсировано практически сразу. После того, как Microsoft поделилась информацией о подобной функции на Xbox One. Правда, в случае с консолью от софтерного гиганта, картинка может транслироваться только на персональные компьютеры на базе Windows 10. Возможности Римовый Плей несколько шире. Римовый Плей для PS4 поддерживает яблочные компьютеры на базе iOS X 10.0.10 и iOS X 10.11, а также ПК на Windows 8.1 и Windows 10. Согласно имеющимся данным, пользователи смогут транслировать на совместимые устройства, практически любые игры, доступные на Sony PS4. Трансляция может быть настроена в соответствии с возможностями домашней сети. Пользователи могут изменить разрешение 360p, 540p или 720p, и количество кадров в секунду 30 или 60 fps. В путешествии очень важно иметь запас питьевой воды. С этой мыслью Кристоф Артизор разработал линейку революционных бутылок «Фонтус Аиро» и «Фонтус Руде», которые способны вырабатывать воду из воздуха и света. С их помощью можно забыть от необходимости брать с собой, например, в поход, тяжелые бутылки, занимающие много мест. «Фонтус» предназначены для пеших и велосипедных путешествий. Соответственно, воздух охлаждает внутри крышки бутылки, конденсируется на специальных поверхностях и затем попадает в основную емкость, проходя при этом процесс фильтрации. «Фонтус Аиро» работает от специальной солнечной батареи, которая может выступать в качестве защитного чехла для бутылки. Модель «Фонтус Руде» крепится на раму велосипеда, автоматически собирает воздух во время движения и не требует дополнительных источников энергии. В нижней части бутылки находятся специальные капсулы, которые отвечают за процесс минерализации воды. Таким образом, пользователь постоянно получает свежую минеральную воду. Заказать «Фонтус» можно за 200 долларов и 165 долларов соответственно. Осенью прошлого года компания «Инфокус» представила портативный компьютер «Кангаро». Устройство выделилось достаточно производительной начинкой и при этом легко помещается в кармане. Спустя полгода компания «Инфокус» решила обновить свой портативный компьютер. Представил «Кангаро ПРО». Новинка отличается от предшественника немного большими габаритами, но взамен пользователи получат более широкие возможности, а также множество полноценных интерфейсов. Работает компьютер на базе настольной версии Windows 10. «Кангаро ПРО» имеет размеры 101.6х76.2х12.7 мм. Внутри компактного корпуса открывается процессор Intel Atom X5-Z8500. 2 гигабайта оперативной памяти, встроенный накопитель объемом 32 гигабайт и аккумулятора, которого должно хватать на 4 часа автономной работы. Приобрести «Кангаро ПРО» можно будет за 199 долларов. Новый флагманский смартфон от компании Xiaomi выделяется мощной начинкой и невысокой ценой. За прошедшее с момента анонса времени, журналисты успели уже познакомиться к Xiaomi Mi 5 поближе, проверив его производительность и возможности камеры. Некоторые даже протестировали корпус смартфона на прочность. Но на днях авторы портала Fone Arena решили проверить еще один важный параметр – время автономной работы. Напомним, что Xiaomi Mi 5 оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек, с процессором Snapdragon 820 и аккумулятором емкостью на 3000 мА. Кроме этого, смартфон поддерживает технологию «Быстрая зарядка», которая позволяет повысить скорость заряда батареи. Что касается тестов на время автономной работы, то в некоторых ситуациях Xiaomi Mi 5 покажал себя лучше большинства конкурентов. Например, в режиме воспроизведения видео аппарат может поработать более 25 часов. Однако есть ситуации, когда Xiaomi Mi 5 проигрывает более именитым конкурентам. К примеру, Galaxy S7 Edge позволяет своим владельцам дольше серфить в сети. Windows Vista считается одной из самых слабых творений Microsoft на попыще операционных системах. Когда бывшего гендиректора Microsoft Стива Болмера в ходе интервью спросили, сожалеет ли он о чем-нибудь, он незамедлительно ответил, что главное его разочарование и самой большой ошибкой за все 13 лет на посту генерального директора Microsoft является Windows Vista. У пользователей данная iOS тоже никогда не пользовалась большой популярностью. По некоторым данным, менее 1,5% владельцев персональных компьютеров предпочитают эту операционную систему. Именно поэтому Microsoft приняла решение окончательно прекратить поддержку iOS Windows Vista ровно через год. Ну в общем, только что вы увидели новости компьютерных технологий за месяц апреля. Ну а с вами был Stoker. И давайте подписываться, комментировать и ставить лайки. А также заходите на мой лайв канал, на мой канал Stoker Show. Ссылочки внизу в описании. Также вы сможете зарабатывать с помощью YouTube, с помощью сайта VSP Group. Это бывший с сайти у партнеров. Заходите, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать с помощью YouTube. Реально все работает. Также вы сможете у меня заказать рекламу по приемлемой цене. Внизу ссылочка на мою группу ВКонтакте. Заказывайте у меня рекламу и получайте результат. Также если кто-то хочет поржать, у меня есть паблик ВКонтакте. Приколы, заходите. Если кто-то хочет что-нибудь купить или продать. У меня есть паблик ВКонтакте, куплю, продам. Заходите и что-нибудь покупайте или продавайте. Ссылочка внизу в описании. Также если вдруг хочет кто-то скинуть мне деньги на Яндекс.Кошелек. И тогда я себе что-нибудь куплю и сделаю на него обзор. Ну в общем все. С вами был Stoker и новости компьютерных технологий. Увидимся с вами через месяц. А так смотрите мои другие ролики, которые выходят раз в неделю. Всем пока!